Витебский областной клинический специализированный центр организован в 2014 году на базе отделенческой клинической больницы на станции Витебск, где активно работали 4 отделения – хирургическое, коллапрактологическое, гастроэнтерологическое и гинекологическое отделение. В 2014 году созданы 4 научно-практические центры. Первый центр – флебологический, который возглавляет кандидат медицинских наук, доцент, проектор по научной работе Витебского государственного медицинского университета Сушков Сергей Альбертович. Второй центр – тазовая хирургия, который возглавляет профессор, доктор медицинских наук Татьяна Семеновна Девакова. Третий центр – гастроэнтерологический, который возглавляет доктор медицинских наук, профессор Геннадий Иванович Епатов. И четвертый центр – коллапрактологический, возглавляю я, Денисенко Валерий Ларионович, главный врач центра, доцент, кандидат медицинских наук, кафедры общей хирургии Витебского государственного медицинского университета. Цель и задачи центра – это разработка и внедрение самых современных методов диагностики и лечения по данным направлениям – флебологии, тазовой хирургии, коллапрактологии и гастроэнтерологических заболеваний, что позволяет сокращать средства как на госпитальном, так и на амбулаторном этапе лечения. С работой первого центра флебологического познакомит вас руководитель центра Сушков Сергей Альбертович. В нашем флебологическом центре освоены и внедрены самые инновационные современные оперативные вмешательства при хронических заболеваниях вен. Это и эндоскопические операции, операции на глубокой венозной системе, радиочастотная обуляция, лазерная облитерация, механохимическая облитерация, склеротерапия, различные виды пластики, шейфтерапия, операции с помощью инструментов лебогриф, которые являются мини-инвазивной технологией, выполняются, по сути дела, из одного или нескольких проколов. Мы практически после оперативного вмешательства не оставляем даже после каких-либо послеоперационных ран. И надо сказать, что мы в этом отношении, наверное, являемся уникальным учреждением Республики Беларусь, в котором сосредоточены в одном учреждении все вот эти технологии. То есть мы выполняем операцию не ту, которую можем, а ту, которая наиболее приемлема и наиболее нужна данному конкретному пациенту. Индивидуальный подход, индивидуальный подбор варианта лечения, конечно, обеспечивает эффективность и хорошие результаты лечения данной патологии. Это, в первую очередь, варикозная болезнь нижней конечности. Надо сказать, что это широко распространенное заболевание. По данным статистике, ими болеет практически от 25 до 30% населения. Представьте, треть населения Республики страдает из-за заболевания. Кроме того, мы лечим пациентов с постромбофлебетическим синдромом, то есть после перенесенного тромбоза глубоких век. Чаще всего это пациенты, которые страдают различными трофическими нарушениями. Это пациенты, у которых периодически возникают тромбозы. Учитывая наш опыт, те технологии, которые мы применяем, мы оказываем помощь не только жителям города Витебской области. К нам очень любят приезжать россияне из Псковской, Смоленской области, потому что им известны те наработки и те технологии, которые применяют у нас. Мы тоже развиваемся, мы активно участвуем в работе различных международных форм. Нас ежегодно приглашают как в Российскую Федерацию, но на Украину, в страны Прибалтики, где мы с удовольствием делимся вот этим опытом. Ну а то, что нас туда приглашают, это понятно, наши сообщения, наш опыт интересен не только в рамках республики, но интересен нашим зарубежным коллегам. С работой второго центра тазовой хирургии познакомит вас профессор, доктор медицинских наук Татьяна Семеновна Дивакова. Центр хирургии тазового дна на базе Витебского областного клинического специализированного центра создан с 2011 года по настоящее время. Но на самом деле объем медицинской помощи, обследования и формирования и внедрения новых методик начиналось 12 лет назад. И полученный опыт, достойные результаты, хорошие отзывы пациентов дали возможность юридически оформить в виде функционирования центра хирургии тазового дна на базе двух отделений гинекологического и проктологического в Витебском областном клиническом специализированном центре. Оказываемая помощь – это нарушение функций тазовых органов, это нарушение структур тазовых органов, это выпадение, опущение половых органов, это деформация тканных структур нижнего отдела тазового дна после травматичных родов, с нарушением сексуальной функции, физиологических функций, с рецидивирующими инфекциями в львовагинальной области. Эти женщины концентрируются у нас, и мы оказываем медицинскую помощь на основе использования современных технологий. Прежде всего, это, конечно, мини-инвазивное вмешательство по субфасциальным влагалищным методикам с использованием сетчатых протезов, особых нитей с насечками, это применение сетчатых протезов при больших операциях, выраженных стадиях пролапса тазовых органов, это выполнение операций с привлечением сочетанной бригады – акушерогинеколог, хирург, хирург-практолог, сосудистый хирург, и, конечно же, оказание помощи самым возрастным пациенткам. Когда операции противопоказаны, мы используем специальные устройства, поддерживающие органы брюшной полости. Наши женщины наблюдаются у нас длительное время. После операции мы не только выписываем пациенток, мы встречаемся с ними через полгода, через год, через два, через три года. И результаты оперативных вмешательств, оказания помощи оцениваем в соответствии с мировыми достижениями. Можем сказать, что наши пациентки получают медицинскую помощь, эффективность которой соответствует 80-90%, то есть соответствует самым лучшим стандартам мировых центров в Европе и других странах. Мы ждем наших дорогих пациенток и желаем, чтобы выписывались из наших отделений с улыбкой на длительный период. С работой 3-го гастроэнтерологического центра вас познакомит руководитель центра Геннадий Иванович Юпатов. На базе Витебского областного клинического специализированного центра с 2015 года на функциональной основе существует областной клинический гастроэнтерологический центр. В структуру центра входит гастроэнтерологическое отделение, консультативный кабинет, кабинет эндоскопических методов обследования, УЗИ-кабинет и клиника-лабораторное отделение. В гастроэнтерологическом отделении лечатся пациенты с любой гастроэнтерологической патологией, заболеваниями желудка, кишечника, редкими наследственными заболеваниями, язвенным колитом, болезнью крона, Также с заболеваниями печени, цирроз печени, гепатит, заболеваниями поджелудочной железы. На базе нашего центра обследуются и лечатся не только пациенты нашей области и республики, но и жители Прибалтики и России, что говорит о востребованности наших медицинских, лечебных и диагностических услуг. На базе нашего центра впервые в республике проводятся манипуляции по легированию варикозно-расширенных вен пищевода. Только у нас в области устанавливается гастробаллон пациентам с повышенным весом, а также проводится много других методов обследования и лечения пациентам гастроэнтерологического профиля. С работой коллапарктологического центра познакомлю вас я, целью и задачей которого является разработка и внедрение самых современных методов диагностики и лечения заболеваний прямой и ободочной кишки, а именно внедрение операций с использованием лабороскопической техники, а также малотравматичных методов лечения по геморридальной болезни, анальной трещины, полипов и структур прямой кишки. Также сотрудники центра активно работают по программе импортозамещения, по созданию колоректальных стендов, геморридальных свечей, которые не уступают по качеству импортным аналогам и дешевле зарубежных препаратов. В настоящее время в эндоскопии нашего центра мы внедрили ряд новых технологий в лечении коллапарктологических больных. Прежде всего, это лазерное лечение ворсинчатых опухолей. На сегодняшний день ворсинчатые опухоли – это довольно большие доброкачественные образования толстой кишки, которые имеют очень высокий индекс озлокочисления, малигнизации – до 30-40%. Поэтому на сегодняшний день очень актуальна методика их лечения. На сегодняшний день в центре разрабатывается новая методика лечения. Это будет комбинированное, комплексное лечение, включающее в себя лазерную вопоризацию ворсинчатых опухолей и ее электроэксцизию. У нас есть современный лазерный аппарат. Это довольно мощный аппарат, который позволяет производить лазерную вопоризацию, выпаривание, испарение этой опухоли, которое мы применяем в комбинации с электроэксцизией опухоли. Вторая технология, которую мы внедрили в центре – это эндоскопическое лазерное легирование гемориидальных узлов. Проблема для населения очень известная, очень распространенная. И данная методика позволяет малоинвазивно производить лечение этой болезни. Если раньше это было возможно лечение только оперативным путем или установкой колец через анальный канал, то сегодня мы это можем сделать через эндоскоп. Для этого центром закуплены современные наборы. Эти наборы американские. Они рассчитаны на одного пациента. Вот так они выглядят. Здесь есть устройство для наложения латексных колец и сами эти латексные кольца. Пациент приходит в центр, сдает анализы. Мы производим процедуру, и он может уйти домой. Для нашей области это новая и современная методика. Также мы используем стенты в лечении колопрокологических больных. Стент позволяет лечить пациентов с колоректальным раком, которые не подлежат оперативному лечению. Установка стента обеспечивает транзит в зоне сужения, и пациент может жить без операции. Витебский областной клинически специализированный центр является ведущим медицинским учреждением, на базе которого проводятся семинары, конференции с участием ведущих специалистов Республики Беларусь, России и Европы, опыт которых используется для внедрения самых передовых методик лечения пациентов. Сотрудники учреждения в своей работе используют современные методы диагностики и лечения в области флебологии, а именно лечения варикозной болезни нижних конечностей, гастроэнтерологии, а именно заболевания желудочно-кишечного тракта, колопроктологии – это заболевания толстой и прямой кишки, и тазовой хирургии, гинекологических заболеваний. Мы готовы оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь жителям города Витебска, Витебской области и другим регионам. Субтитры создавал DimaTorzok